Ребят, всем большой привет! И в сегодняшнем видео я бы хотела вас познакомить с белорусской косметикой. Вообще, наверное, это знакомство будет для кого-то далеко не первым, потому что об этой косметике ходят слухи, эта косметика пользуется, она очень популярна в определенных кругах, в определенных странах, и люди ее многие очень любят. Поэтому мое знакомство с белорусской косметикой было вот в данное время не впервые. Я познакомилась с ней довольно-таки давно, наверное, около шести лет назад, когда сама побывала в Беларуси, и смогла попользоваться, причем очень многим. Но тогда у меня не было ни своего канала, ни, в принципе, такого понятия, как бьюти-блогер, но видеоматериал смогла подгадать только сейчас. И к большому сожалению, потому что косметика это заслуживает внимания, заслуживает огромного количества положительных отзывов, но почему-то вот я как-то игнорировала этот момент, и почему-то не хотела знакомиться дальше. В общем, давайте начнем, наверное, с уходовой косметики. Фирма это Белл Космекс, и это масло-баттер для тела с маслом облепихием. Стоило всего 76 рублей, что за такой объем, здесь 150 граммов, очень бюджетно, очень выгодно, очень была, знаете, так сомнительно настроена, потому что, ну, как-то не верится, знаете, что за такую стоимость можно что-то хорошее и качественное получить. Однако я была очень впечатлена. Насчет консистенции самого продукта, это действительно масло-баттер. Странная на самом деле консистенция не похожа на другие, потому что если это баттер, то он скорее зефирный, очень воздушный и достаточно плотный, который тяжело распределяется даже по телу. Если это лосьон или молочко, они слишком жидкие. Это что-то среднее между густым зефирным баттером и жидким молочком. Он очень воздушный, он легко берется на руку, и он очень легко распределяется по телу, в отличие от баттера. Когда вы наносите на тело, вот под соприкосновением, под теплом ваших рук и тела, оно начинает как будто плавиться, как сливочное масло. Очень быстро распределяется, впитывается, безумно приятная кожа, что мне понравилось ощущение гладкости и мягкости, я чувствую практически весь день. Потому что, в отличие даже от самых густых каких-то баттеров, они через час-через два оставляют на теле просто ощущение мягкости, но нет ощущения только нанесенного крема. Возможно, это хорошо, если вам нужно тут же собираться и уходить куда-то, одеваться, но вот эта вещь очень здоровская, если наносить ее на ночь, потому что даже через 2-3 часа вы чувствуете, что ваше тело вот настолько напитанное, как будто бы вы 5 минут назад нанесли его. Обалденнейшее средство за 76 рублей. Продолжаем с уходом, и это очищающая маска с голубой глиной от прежней той же фирмы Белл Космекс, и для комбинированной жирной кожи предназначена эта маска. Неплохая очищающая маска, но вот здесь, наверное, не столько восторжен и отзывы, если той бы я дала точно 5 баллов с плюсом, то вот этому продукту я дам, наверное, троечку. Неплохое средство для тех, у кого не сильно проблемная кожа, вернее, она не настолько забитая, не настолько грязная. Я не могу сказать, что у меня очень грязная и забитая кожа, но у меня много черных точек, о чем я говорю постоянно, что касается ухода за лицом. И если это все-таки очищающая маска, очищающая глиняная маска, то я хочу, чтобы мои поры очищались, хотя бы осветлялись, и вот мои черные точки не настолько были видны. Эту маску можно использовать даже 2 раза в неделю для жирной кожи, для именно такой вот проблемной в этом плане, но не как прям сос восстановления, сос какой-то продукт, раз в неделю для очищения пор. Мицеллярная вода от моей любимейшей белорусской фирмы Беллита. Когда вот я только с ней познакомилась, еще там 7 лет назад, у нас были и продукты для лица, и шампуни, и мы просто вот закупались конкретно, потому что еще 7 лет назад были вообще другие цены. У него очень приятный аромат, такая, знаете, легкая, сладкая, я бы сказала парфюмированная душка. Она мне пока не надоела, пока она мне приятна, но, возможно, если пользоваться ее прям на постоянной основе, прям постоянно, то тогда она может надоесть, потому что у нее очень сильно парфюмированная душка, знаете, такая сладкая. По ощущениям, очень многие воды от Avon так пахли, когда я маленькая была и покупала себе всякие такие парфюмчики, они вот пахли именно так. И мне сейчас это очень приятно, особенно когда я наношу на ватные диски, и вот возле глаз, да, лицо вытираю, очень приятно пахнет. Но если, например, этим пользоваться, может быть, постоянно, не знаю, это вполне возможно надоест. Но макияж снимает она и вправду замечательно. Не щиплет в глаза, не раздражает кожу. Кожа потом не красная, не раздраженная, не сухая. Мне нравится, что эта мицеллярка имеет в составе масла, потому что нет вот такой жирной пленки возле глаз. Вот ничем не хуже гарнье стандартной розовой или там голубой мицеллярки, вообще ничем не хуже, учитывая то, что эта мицеллярка стоила всего 150 рублей за 200 мл. Очень бюджетно, очень здорово, прям заслуживает своего внимания. Последний продукт из ухода это крем для области вокруг глаз. Увлажняющий фирма это Белита Косметикс, и называется это крем для век увлажняющий с золотом, мягкость, сияние, идеальная упругость, энергия обновления. Ну, не знаю, это, конечно, мне кажется, очень такое высокое название для сей продукта. Стоимость его 79 рублей, и здесь 20 граммов. Мне кажется, это очень дешево, потому что похожие баночки, даже вот я говорю более бюджетных фирм, а-ля более бюджетных, они стоят там 400-500 рублей за маленький флакончик. Это хороший крем для молодой кожи. Для молодой в плане до 25 лет, наверное, потому что даже если вам 27-28, и у вас нет морщин, что здорово, то вам все равно нужно более глубокое увлажнение питания, поскольку возраст выше, минералов всяких в организме меньше, гиалуроновой кислоты своей меньше, поэтому нужно более хорошее такое увлажнение, более плотное. Но это вот здоровская вещь для меня, и для девочек младшей, там, а-ля 18-20 лет, если вы просто пользуетесь косметикой, когда смываете макияж вечером или утром, нужно что-то увлажняющее подглазки, такое, чтобы оно не выравнивало, чтобы оно вам не убирало морщинки, а просто увлажняло. Вот это вот здоровская штука, которая создает матовую кожу после нанесения, абсолютно без какого-то подсвечивания или сияния, но при этом абсолютно гладкую, мягкую, приятную и такую заполненную. Я говорю, поскольку мне всего 22, и у меня нет никаких морщин, у меня нет синяков под глазами, это просто вот такое хорошее увлажнение утром, когда мне нужно накраситься, или просто утреннее увлажнение, не совсем вот жирное, питательное, чтобы у меня очки спадали. Поэтому это вот просто такой хороший вариант для молодой кожи. Продолжаем с декоративной косметикой, и я попробовала очень популярную тушь для ресниц от Reloie XXL. Это немножко усовершенствованная такая серия, есть самая стандартная, черная с красными буквами, это немножко вот видоизмененная какая-то. Естественно, на что я опираюсь при выборе туши, это силиконовая щетка. Мне не подходят другие, потому что у меня тяжелые густые ресницы, которые не держат свой практический изгиб даже с подкручивалками, и, как правило, именно такие пушистые щетки, они не способны мне их так вот завить, подкрутить и накрасить, чтобы они у меня вот держали форму, как правило, они очень быстро падают. Поэтому, естественно, это силиконовая щеточка, очень похожая на щеточку от Vivienne Sabo Cabaret, или на L'Oréal Telescopique. Единственное, что она чуть пошире и то, и другое, и она более, ну, не такая сильно конусообразная, она так сильно кончику не сужается. Она практически прямая, но немножечко вот с сужением. Мне понравилась эта тушь, всеми начиная от расчесывания, заканчивая стойкостью. Очень хорошие щетинки, очень хорошие зубчики, которые именно разделяют все ваши реснички и так хорошо их прочесывают. У нее хороший ограничитель, то есть она не вытаскивается с таким огромным количеством туши, которая бы мазюкала вам все, но и при этом она достаточно жидкая. Есть такие туши более сухие, которые не дают много-много туши, которая прям склеивает вам. А такие вот, знаете, слабенькие, дают более натуральный эффект. Здесь много туши достаточно, но не так, как бывает у других, у которых ограничитель совсем такой, знаете, прям слабенький. У нее просто она вот более жидкая, она обволакивает каждую ресничку и при этом сразу такой делает кукольный взгляд. Сейчас она у меня нанесена на ресницах. По стойкости вообще нет никаких проблем. Я с ней могу проходить 8-9 часов, она у меня не отпечатается ни на верхнем веке, и не осыпется с нижних ресниц, что очень здорово. За такую стоимость, ребята, она стоит, так и так, 114 рублей. Тени для век. Четырехцветные от фирмы Luxe Visage. Палетка называется Glam Look. И, в общем, эта палетка стоила 209 рублей. Ну, в принципе, это, наверное, нормально, потому что за 209 рублей вы не найдете четырехцветную палетку. Может быть, только у Essence. И то, мне кажется, сейчас у них такие цены, знаете, относительно бюджетные, и у них качество все-таки чуть выше. Поэтому за 209 рублей навряд ли. Я понимаю, что за эту стоимость они не могут сделать обалденную упаковку, потому что они не будут укладываться в бюджет. Но тени, правда, хорошие. Во-первых, у нее очень насыщенные цвета. Вот эти нюдовые, которые кажутся совсем светленькими, они очень пигментированы. Даже на руку без базы они ложатся с цветом. Вот этот тенок замечательно тушуется, не ставит пятен. Очень легкий, воздушный, несыпучий, кстати, что мне понравилось. Вот единственное, что если ваши кисточки немножко жестковаты по ворсу, они могут осыпаться именно вот непосредственно сразу в тенях, да? Тут небольшие такие, как видны, пыль. Но когда вы наносите на глаза, эти тени не осыпаются ни сюда, ни пылят, в глаза вам не лезут. То есть в этом плане все супер. За 209 рублей очень советую. И последний продукт — это помада для губ, который у меня сейчас на губах. Это тоже фирма Reluim. Стоила этой помады 200 рублей. Это, наверное, одна из самых дорогих помад. По-моему, там еще есть матовая помада, которая стоит в районе 300 вроде бы рублей. Но в основном цены там на помады от 80 до 150, 200 максимум рублей. Мне эта помада понравилась. Она очень кремовая, она очень увлажняющая. Она вообще не подчеркивает шелушение. Она абсолютно такая, знаете, вот, ну как молочко, как баттер для тела, которое я вам показывала. Очень такая тающая на губах. При этом она не затекает, у вас как-то не расплывается, за контур не течет. Просто она очень комфортная, такая кремовая. Бесспорный плюс всех помад белорусской косметики — это огромный выбор оттенков. Начиная от самой дешевой за 80 рублей, заканчивая там дорогой за 300 рублей. Огромный выбор, что матовых помад, что глянцевых. Вот таким выбором, наверное, не может похвастаться ни одна какая-нибудь даже фирма типа Lime Crime, потому что в таких дорогих фирмах есть какие-то очень распространенные оттенки, скажем так, там розовые, красные и несколько трендовых оттенков. Здесь же такое разнообразие и коричневых, и нюдовых, и вот очень много оттенков, они забытые, я бы так сказала, или те, которые, как правило, другие фирмы не используют почему-то. Они вот такие носибельные, они подходящие для всех. Я выбрала очень красивый оттенок 08, такой вот именно пыльные розы. Обожаю этот оттенок. У неё вообще нет отдушки, что здорово, потому что многие такие помады дешёвые славятся сладко-дешёвой отдушкой, которая попадает вам на язык и на вкус просто отвратительная. Здесь такого нет, она безумно комфортная, она съедается, естественно, она не стойкая, но она съедается ни пятнами, ни кусками, она просто стирается, и очень ровно, она не оставляет контуры за собой. Ну и, конечно, маленький такой нюанс, эта упаковка абсолютно чёрная, да, это дешёвый пластик, но, тем не менее, это уже, знаете, лучше, чем полупрозрачные упаковки, которые вот, ну, просто Avon 2008. И, в общем, открывается она вот таким образом, как помады Guerlain многие и, в общем, многие другие люксы упаковки. Такая вот маленькая пулька отсюда вылетает, очень здоровская. Такое у меня было первое а-ля второе знакомство с белорусской косметикой. Это не всё, это только часть, другую часть косметики я тестирую. И, конечно же, ждите вторую часть, для того, чтобы не пропустить этот ролик, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте уведомление, нажав на колокольчик, ну и можете подписаться в Инстаграм, заодно я там всегда сообщаю. Поэтому, да, надеюсь, что вам это видео было полезно. Лайкните, чтобы я знала. И большое спасибо за внимание. Видимся в следующем ролике. Всем пока.